Алло? Точно я? Да. Отлично. Только микрофон какой-то хуёвый. Там в чате спрашивали, кем работаешь. Эээ, айтишником. Нихуя себе. Гений в чате, да? Ну вообще, если ты работаешь, у тебя всё прекрасно на работе получается. Ну да, очевидно я на сларке. Нахуй в доте становиться лучше, это слишком энергозатратно. У меня есть планы, заработаю первый миллион, приду киберспортсмены. Вот, ну как бы всё в процессе. Пока так, так сказать, держимся на 5500. Не, ну просто смотри, когда ты играешь, у тебя должна быть какая-то цель, да? Ну... Не, у тебя будет 7к, как бы. Ну хорошо, что тебе это даст? Ты из 7к, что пойдёшь? Ну, типа, есть несколько вариантов. Бустер, стример, киберспортсмен. Что из этого тебе поможет 7к? Ну, не знаю, ну как бы. Просто... Я уже играл в эту кучу лет, поэтому, в принципе, хотелось бы обманть 7к чисто для себя. Не, ну если ты просто, грубо говоря, это для фана ходишь, то типа, окей. Ну, нам не совсем по пути, но окей, допустим, я быстро всё это сделаю. Ты играешь на сларке, сларк, last peak. Единственное, такого не видел, Луну. То есть против Рикки, Грима и вот этих, сларк пиздатый, правильно? Ну, сларк уже после сигночера херой, я на нём сыграл леткаток 800, поэтому, в принципе, велась пика у сларка и как бы... Не, ну раз сигночер херой, можно и на фп брать. Ну, беру и на фп, если как бы есть настроение. Понял. Ну, вообще, настроение было на ёбку, да? Взял на ёбку. Ну, вообще, да, ну, потому что, очевидно, тут тимбер, как бы, тимбер, ну, с тимбером сларк стоит отлично, вот, я играю через обычно фейзы, типа, до шестого фейзы получить и можно, если сыграть через третью по максимуму, если тимбер, ну, как бы стоит с тобой на линии, то его до шестого можно убивать. Вот. Фейзы? Ну, как бы, ну, против тимбера, да, против тимбера с птшкой стоять, ну, мне кажется, не сильно прикольно. А фейзы, типа, помогают его догонять? Ну, типа, да, ты, может, такой раз поднастакивал, взял третью в три, поднастакал там до пятнадцати и убил его в слалянова. Блин. А если он тебе, например, ебало, ну, вскроет спокойно. Ну, допустим, вот смотри, я стоял против хитага, я на третьей минуте сказал, что я не могу стоять на линии съебался, это я качался неправильно? Ну, сложный вопрос, честно говоря. Откровенно. Ну, не знаю. Хотя у него хуёвый сап. Ну, хорошо. Ну, если ты стоишь, ты будешь аккуратненько, но главное до шестого дотерпеть, вот, а потом после шестого ты можешь, в принципе, стакать, там у тебя минута пассивка, ну, не знаю. Ну, хорошо, а если он седьмой? Если он седьмой и пятый? Не, седьмой, ну, допустим, шестой. Вот у тебя есть фейзики, одна тычка в 10 секунд и замакшенная пассива, то есть ты фармить совершенно не можешь. Так, а что одна? Ну, типа, ты, можно три тычки дать. Ну, типа, три тычки я дошёл в лес, пригенился, но там точно не одна, он не убивает тебя за одну. Ну, по крайней мере, соло. Ну, он тебе просто половину хп срезает за секунду. Ну, да, он дошёл в лес, пригенился в 7 секунд и пошёл дальше с ним махаться. Как-то так. А если к нему тиммейт придёт? Ну, это уже другой вопрос. То есть вся строта работает до тех пор, пока к нему любой тиммейт придёт? Ну, не знаю, просто в этом матче против Тимбера, не знаю, люблю фейзы, как бы. Ну, наверное, да. Ну, наверное, это такой опыт, как бы, с предыдущих игр, который показал, что, в принципе, типа, ну, милишника можно, ну, типа, отпиздить. В принципе, даже Тимбера, наверное, ну, смотря как Тимбер тоже играет. Есть ещё Тимберы, которые могут как-то не качать приактив против тебя на Сларке и вырезать тебя с первой и второй с суппортом. Ну, типа, это тоже depends, как говорится. Ну, хорошо. А ты мне покажешь хоть одного Сларка с фейзами? Не с Виспом. Потому что даже с Виспом обычно берут ПТ. Не, ну, типа, это зависит ещё, если, допустим, крутят Дарксир, типа, то можешь взять фейзы. Если против тебя Акс, то, типа, ты можешь Акса выебать с фейзами, ну... Не, ну, я иногда супер редко беру, если у меня, допустим, Мидас и супер фри игра, и мне там нереальный армор нужен, но... Я тебе так скажу, вот, Сигночер Хиро, понимаю, фейзы хуетана твоего героя. Особенно против Тимбера, особенно когда у тебя есть контроль, Сайленс и твоя задача за этот контроль как можно больше нажать. И брать вот этот скил больше, чем в 2, в абсолютно любой ситуации, против Тимбера, 5 хитагов, блядь, 4 присталбека, мне насрать, кто к тебе придёт, это геймруин, ты не формишь. Ни одну нормальную игру ты не выиграешь с пассивкой в 3 или в 4. Никогда в своей жизни. Ну, в принципе, услышал. Спрашивать простая и сложная уже, видимо, не буду, она в любом случае лёгкая, это что такое? Это дефолтный закуп, я бы сказал. Дефолтный? То есть так всегда берешь? Ну, в принципе, очень, ну, в основном, да. 99% случаев. И чё, как работает? Ну, иногда да, иногда нет. It depends. Блэд, не уверен, что это работает, но ладно. Я бы вместе купил стики и радовался, что тебе Тимбер хоть что-то даёт. Это ты заколил пробежаться? Ну, да, конечно. Ну, в принципе, это хорошо, чистый воздух помогает. Night Vision прекрасно, ФБ есть. Проверил вардишка, вардишка есть. ФБ тоже есть, круто. Далее, скушал тангусик. Ой, бать, вот это кайфовый момент. Блэд, это неплохо. Понимаешь, что не хватает регена, да, но новый не везёшь? У этого не просишь? Как ты это определил? Я вообще хуй знает? И ещё тангус источил свой, ну, ничего, с кем не бывает. С кем не бывает. Это что такое? Это... Виндлейс, как бы такой, знаешь, ранний, скажем так. То есть у тебя будет торпа в вино, в виндлейс и в фэзике? Да, совершенно верно. А в Рейсбенд ещё не хотел туда засунуть? Не, в Рейсбенд не сильно, честно говоря. А в виндлейс и вино прям заебись. Ну, типа, да, ну, такой, играешь там в спиде, потому что, ну, не знаю. А в Рейсбенд точно такой себе, по крайней мере, с фэзами, ну, как-то не очень. Ну, как раз, если ты планируешь фэзы, то тебе либо в Рейсбенд, либо в Мидас, иначе у тебя нулевой атак спид. И ты... кусок ничего незначего дерьма. Особенно, когда у тебя есть стан, хекс, у тебя есть саленс, замедление, у тебя есть контроль, у тебя есть контроль. И вместо того, чтобы атаковать под этот контроль, ты будешь быстро бегать. Быстрые ноги пизды не боятся, это не совсем правильная логика. А ещё, мне кажется, те регены не хватает, чё думаешь? Ну, кажется, да, но там была фасочка у суппорта, проконтролировала, ты у меня. Угу. Бель, чё-то не такой же простой матча против Тимбера. Ну, ничего, скажем так, порегенился, как раз было время закупиться. И ты понял, что в этом файте тебе не хватило мувспида? И взял всё на мувспид? Нет, в этом файте тебе не хватило чего-то другого. Скажем так, регена и стиков, наверное, на фуловых больших. Нет, смотри, чтобы доказать тебе, что в пассивов два хуета, даже не буду показывать нормальные игры или ещё что-то. Вот ты пассивов два качнул, да? Давай сейчас посмотрим с 4.13, сколько раз ты его ударишь. Ну да. Раз, два, три. И бежать. Ага. Пассива уже слетела, да? То есть, в принципе, не было бы разницы между первой и второй? Ну, наверное, да. Но я первую здесь, в принципе, скорее всего, на линии всё равно бы особо не юзал, вот. А фармишь ты как? Стаки набираешь и атакуешь или как это происходит? Ну, в общем, этот матч был направлен как бы на то, чтобы, так сказать, выиграть линию. Знаешь, вернее, этот скилл билд, скажем так. И, конечно, возможно, это не сработало против хороших тимберов. Вот. Но даже против этого это не сработало. Так я ещё и не шестой. То есть, ты сейчас четвёртый, он, ну, короче, у вас разница, ровный уровень. И даже если к нему никто не придёт, он, в реальности, тебя должен выебать в жопу за твоим. Ну да, тут я как бы линию проебал знатно, конечно. Это знаешь, это... Ну, в спидвале, смотри, это в спидвале, это в андрейс. Ну, в принципе, да, сейчас это решило. Конечно, возможно, бы ты его под ПТ за стан б наху убил, но ладно. Так у меня ПТ вообще не было, что у меня там большие стики, или ты предлагаешь без стика собрать, у меня в андлес. Но я только принёс, только вот сейчас я приношу файзы, вот, и я, ну, не думаю, что... Ну, хотя... Ну, смотри, давай в математику, 275, 250, посчитай, сколько это. Если продать всё вот это дерьмо, оставить только стики и взять перчатку, у тебя закуп будет лучше. Хоть он и дешевле. И за стан и секс убьёшь. Смотри, ну, он от меня убегал, и я не думаю, что, типа, там 20 текспида решили бы больше, чем замедление 12% от Венома в данной ситуации. Хорошо, смотри, вот, под контроль ты бьёшь. Что мешает Тимберу? Не бежать за Леоном, а пиздить тебя. И вот сейчас Леон... А? Не, ну я же, я паунсился куда-то. Ты можешь развернуться после этого? Хорошо, ты пришёл послушать реальную критику или ещё что-то, или просто покекать? Не-не-не, я всё, я внимательно слушаю. Вот, ты покупаешь перчатку, тут ты наносишь больше урона, и, скорее всего, он, возможно, даже умрёт. Ты мне говоришь, что твой мувспид решает. А что ему мешает не бить Леона, а сейчас вернуться? И тебе в жопу дать на Тимбере? Он просто начал бить Леону. Ошибся на 5 секунд, в принципе, окей. Просто, ты понимаешь, все сладкие планеты собирают ПТ, потому что это эффективно, потому что это правильно. А ты собираешь хуету и пытаешься доказать, на примере, где ты отсасываешь, что это пиздато. Ну тут ещё была такая, я понял, на чём говоришь, но тут была, я обычно собираю с ЛПТ, но в данной ситуации тут ещё луна, типа, на быстром мувспиде, типа, ну, она может просто на ноге уебать, допустим, ну, как бы тут ещё была такая мысль, как бы. А ещё Рики блинкается, блядь, тоже нужно мувспид за ним. Дайгер, блядь, купи первым слотом. Заебатая история. Диффуза нажмёшь. Или, как я понял, ты не через диффуза? Не, он через диффуза в этой. А почему не Яшину мувспида больше? Ну, я думаю, это очевидный ответ, как бы. Ну, типа, посмотри, как сейчас, вот, с четвёртой минуты ты, блядь, 10 тычек не дал с этой ебаной пассивы. Ну, согласен, плохой инвестмент. Не, ну сейчас вот дал две тычки, пошёл по съёбам, пошёл хилиться. Не, ну ты мне просто рассказывал про то, как ты будешь с шестым уровнем уходить в лес, и пиздат эта хуйта будет работать. Даже учитывая то, что Тимбер один, а не с каким-то тиммейтом. И у тебя... Ну да, Тимбер бил Лимона, а потом ещё и улетел. Не сработало, скажем так. Не повезло. Ну да, с кем не бывает. Ну зато подольше фармить будешь, да? Плюс всё же с тебя дело. Ладно, ладно бы ты хотя бы сейчас имел БТП и пошёл бы подрался с этим дерьмом, блядь. Это никогда не сработает. Даже на таком рейтинге, скорее всего, это не сработает. Даже учитывая то, что против тебя, Тимбер ни разу, блядь, в своей жизни нахуй не пригласил никого, чтобы сломать тебя ебало. Ты не можешь фармить. Ты не можешь никого убить, ничего. Ты бесполезный. Ну и самое приятное осознание, конечно, этого факта, ну что поделать. Вот этот скилл запомнил на свою жизнь, максимум в два можно брать. Максимум в два. Зафиксировали. Зафиксировали. Далее, до какого момента ты планируешь в боте стоять и почему? Ну, пока не выгляни, там вверху, в принципе, Бристл стоит, топ забирает, типа, с ним слапаться. Ну, если ему там нормально, то мне, в принципе, и внизу нормально, если меня не убивают. Поэтому... Стою чилю пока. Ну, до первого айтема, ну, после ботинок. Ну, типа, это была бы нормальная логика, если бы ты хоть раз посмотрел в топ или в мид. Откуда я знаю? Ну, вот я в игре не знаю, что происходит. В реальной игре инвокер дает два скилла в рике, ты паунсишь, чел труп. В реальной игре луна хоть немножко далеко заходит, получает замедление-замедление, тауэр мертв. То есть, иногда то, что ты делаешь нормально, и в этой игре это может быть даже правильно, просто... Я думаю, ты это делаешь абсолютно в любой игре, потому что ты ни разу за 11 минут не посмотрел на другую линию. И ты ни разу не подумал даже о том, что вот у тебя вот такой вот дерьмо-билд, но если к тебе придет там Леон плюс Скай, либо Леон плюс Инвокер, а вот этот чел продолжит играть в одиночку, он умрет. И, соответственно, твой дерьмо-билд можно реализовать. Если ты что-то необычное делаешь, старайся это хотя бы, ну, как-то реализовать, как-то аргументировать. А если ты делаешь что-то обычное, старайся повторять, а не так, что ты сделал обычное... Ну, не знаю, допустим, там Луна собрала Dragonlance, да? Ты тоже собрал Dragonlance, но не пошел по товарам, пошел хуячить лес. Нахуй тебе это Dragonlance в лесу, неизвестно. То есть ты и не копируешь, и не придумаешь ничего нового. Серьезно, взял бы пассиву 24 на 7, попросил бы сапов у себя ночевать, и, блядь, фармил бы плюс 61, и я бы тебе сказал, в данной игре, да, ты заебато сделал. В реальности ты не способен фармить, ты не способен ничего делать на карте. Ну, допустим, ты фармишь бот до вот этого, да? Ну да. Какой-то рандомный файт. Получилось круто. Берешь силу, всегда берется сила. Что тебе нужно в игре? Что не хватает в твоем билде? Ну, тимберу сжигать ману и, как бы, не знаю, кача. Ну, почему даже, ну, я решил собрать диффуза, потому что сейчас такой дефолт, типа диффуза с саблей, вот. Ну, вообще не хватает бкб, но мне показалось, что типа диффуза можно будет собрать и будет нормально, враги простят. Ну, во-первых, тебе не хватает урона. То есть, в принципе, да, диффуза это пиздата. Бкб это если бы у вас было бы еще хуже. Тебе не хватает дастов. Ты его поймал, напал, все, он труп. У чела есть дасты, у чела есть дасты. У инвокера нет дастов по какой-то причине, хотя он цепляет. У этого тоже есть лот для дастов. А у тебя просто вот это три дерьмо слота, которые тебе ничего не дают. Уж лучше бы капли с собой носил, они тебе ману реген дают. И больше хп. Далее, хочешь драться под своим виженом. Пассивку, вот, ты можешь зайти в игру и посчитать сколько раз ты ударил с замакшенной пассивкой. И сколько ты фарма проебал из-за того, что у тебя дарпак не замакшенный. И сколько киллов, потому что ты ничего не делаешь в игре. Потому что ты чисто физически не способен с таким билдом что-то сделать. Ты только что Грима еле-еле убил, хотя его команда просто продала, и он без киллов был. Не говоря о том, чтобы быть полезным на сларке, как я понимаю, ты всегда после дарпакта максишь пассиву, да? Не, обычно я беру, типа, пассиву в два, и потом максу паунс, но, типа, в этом эчапе, ну, я думал, что тимбер будет подольше стоять на линии, а не просто несет мою вышку и улетит, как бы. Мужик, чем дольше он будет стоять, тем дольше он будет тебя ебать в рот, пока ты двух героев не позовешь с собой. И какой бы билд у тебя при этом не был, это не важно, потому что ты все равно его будешь бить за хекс и стан, за слоу и за вот это. И будет у тебя длиться вот это 15 секунд или 999, это не важно. Даже наоборот, лучше, если у тебя дарпакт будет замакшенный, и за этот контроль ты нанесешь больше урона. Без ульты ты никуда не идешь, без ульты ты не герой. Ну хорошо, допустим, ты собрал диффуза, ты их пиздецка ходишь, это... Вижен, кстати, так и не снял, даже не полетел у курица. Тпшку не принес, топорик, ой, это есть. Дастов до сих пор нет, но окей, как ты реализуешь? Заимбись. Буду полить за команду файтиться. На, ты имеешь в виду, типа, что я засветил диффуза на грибах? Прям взял и засветил их, то есть ты не полил по 10 адилы, чтобы взять и засветить на грибах, ну типа. Но, кстати, эта игра, если она играется с небольшим преимуществом, она может быть без БКБ, потому что у них нет станов, у них нет ни одного стана. Единственное, что мешает, это вот это. Ну и чуть магический урон. Ну и что чистого. То есть, по факту, если у тебя хорошая игра, тут через все вообще все, сочно отыгрывается. Похуй и на вот это, и на его сайленс. Один форсик у команды, ты бессмертный. БКБ даже не нужен. БКБ тут собирать, если плохая игра. Вот типа такой. Вот тут уже стоит БКБ собирать, скорее всего. Либо хотя бы шар на 20-й. Вот он ты. Бьешь Тиммера. Бьешь Рики, детекшена нет. Ну повезло, что у Тима есть. Только не говори, что лайфстил, блядь. На муспиде догнал, правильно? Ну, получается так. Заебись, лайфстил. Почему лайфстил? Атакспида дохуя? Ну, потому что это Тиммер, луна, типа... Я буду с ними мэнфайтиться в какой-то момент времени, и... Тебя такспида хватает? Атакспида? Ну, не знаю, наверное, нет. Очевидно, потому что у меня фейсы. Ну, блядь, если бы тебе хватало атакспида, если ты большой, либо лайфстил суперкрутой, да, лайфстил можно брать, там, с мидасом. Просто у тебя стаков много, просто ты большой, си... Ещё как-то тиммейтами амплифидаются, что угодно. Ты, блядь, с фейсами, у тебя атакспида 0, ты берёшь себе лайфстил, заебись помогает. Выход в лейт. А? Говорю, выход в лейт. Выход в лейт. Дальше, есть ли у тебя кнопка Direction Move? Вот у тебя 23-й сларок. 22-й. Ну, да, иногда, скажем так. Ну, в смысле, иногда. Вот у меня она есть всегда, вот, вот, вот. Вот я знаю. У меня, значит, ну, не всегда, не всегда. Я только тренируюсь использовать Direction Move. Бать, у меня она почему-то снята, интересно. Я вроде ни на ком не играл. Ну, я иногда меняю, но... На Наги. Странно, короче, почему у меня нет. Допустим, у меня она есть всегда, блядь. Когда я играю на героя нужном. На Сларке, на Урсе. Когда планируешь себе форсик собрать на дровке какое-то, ну. Только что промазал, чуть не сдох из-за этого. Не убил героя. Зачем тебе Скади? На жирок? Блэд, на... Стоты, жир, хп. Ну, ладно, допустим, сойдет. Скади тут хорошая. Не совсем потому, что жир, но окей. В реальности, если ты ошибешься, без БКБ тебе тут будет хуёво. И тебе нужно либо ульту заранее прожимать, либо шарт иметь. Так что поймаешь ты Сайленс, и тебе Скади не поможет. Типа такого будет. Ну да, перевернулся. И опять же, ульта у тебя заканчивается, все, ты не лезешь. Если ты не 5 на 1, или 5 на 2, ты не лезешь. У вас меньшинство, у вас умер чел, съебались, потратили скиллы, и ты такой, блядь, время ворваться. Вот понял, что без Шардани очень. Пошел драться. Детекшна не хватило. Ты 0 сетрей за игру имел. Да, мой бед. И так скажу, когда у вас нету тавер дэмэджа, а у противника еще есть чем засилить, желательно просто идти и пиздить их. То есть вот это, то что ты сделал, это правильно. Вместо того, чтобы бить митавр, который бы вы охуели, пошел дохуища старт, атаков минус БКБ, и, соответственно, сейчас нужно форсить драку. Потому что чел без БКБ. Заранее ультанул, хорошо. Посилился. Вот это хотя бы было похоже на драку. Пройбал, но это уже не твоя вина была. Ну как, был бы у тебя так спит, ты бы, скорее всего, убил и первого, и второго, и третьего, и тут бы больше... Забудем. Просто даже простыми советами, типа, забейте себе дирекшнл мув, носи с собой сентри, не покупай вот это дерьмо, не покупай вот это дерьмо, бери себя почти всегда атак спид, без ульты не дерись, тебе, блять, эти советы, поверь мне, очень помогут. Очень-очень сильно помогут. Соответственно, чуть просел, похилился. Я в том месте пораньше нажал дэшку, ну окей. Жестко на скорость разъебываешь, респект. Круто, ага. Ладно, какие-то вопросы точечные есть, подождать смотреть, прям, очень круто. Точно, просто, почему, как я успел проебать эту игру, вообще был вопрос такой, конечно. А, да еще и проебал, прекрасно. Я еще и проебал, я специально проебал, который мне проебал, вот, поэтому... Да, давай сделаю ставку. Ты пойдешь бить товара, вместо того, чтобы забивать героев и забирать Рошана. При этом, ты еще не купил гем, чтобы снять весь вижен. В реальности, в реальности, вот сейчас у тебя супер доходящие стаков, есть Рошан, Найт Тайм, покупаешь, либо просишь гем, мне вообще похуй. Снимаешь весь вижен, добиваешь вот этот тавер, в любой момент заходишь в Рошана. Бристалбэк пиздит Рошана, этот пиздит Рошана. Мгновенно умирает Рошан. Ну окей, нажали смо, купить, потом Рошана. А ты либо задайвил, либо пошел бить товара. Ну и забил хуй на Рошана, это мой предикт. Окей, забрал Рошана, иначе задайвишь. По Т3, по Т4. Ебать, гем купили, шикарно. Продать вот это бесполезное дерьмище, купить себе скади, купить себе тпшки, поснимать весь вижен. Вот где твоя команда, вот где ты. Ты на вижене. Соответственно, если когда ты идешь на чужой вижен, да, тебе ничего не сделают, вся твоя команда умрет. Ты вообще часто, блять, берешь этот талант на 20-м? Ну, да. Я тебе так скажу, я с агонимом не беру этот талант, потому что он дерьмо, ебаная. Тебе нужен правый, чтобы пушить линии, чтобы фармить. Сларк герой, который не бьет крипов. И ты вместо того, чтобы хоть как-то иметь возможность подфармить, ты максишь пассиву, а потом берешь этот дерьмо талант. И опять же, когда ты идешь на чужой вижен, тебе ничего не сделают, тебя проигнорят. У тебя должны были вообще дротик, амон, да, видишь, он тебе может дротик кинуть и все. Вот ты нажал дарбакт, смотри, ты нажал дарбакт, он тебе кидает дротик, все, ты спишь, блядь, сколько секунд, я извиняюсь, 4 секунды, потом еще митер наебал, а потом вот это. Твоей тиму за это время убьют. Когда ты идешь на чужой вижен, тебе нужно быть в смоке. Или хотя бы твоей команде. Тут вижен. Вас ебут из-за того, что ты туда пошел. Плюс ты не продал вот это дерьмо, не купил себе скади. У тебя нетворст на миллион раз меньше, тебе ультиматор ничего не дает. И дальше, что тебе не хватает в твоем билде? Ну, на данный момент, типа, вообще БКБ мне показалось. Я не помню, что я собрал. Или башили, или БКБ, но там уже была такая стадия игры, что там уже реально нужно было БКБ. Мушард БКБ. БКБ с Эдисом нет смысла собирать. Ну ладно, окей. Допустим, вот он ты, ты не отхилился, не встал за дерево, не отхилился. Пошел, ни хуя не нажал. И ты просто сдох от тучки Рики. Еще и ульту всрал, ну типа. Не говоря о том, что это линия на 30-й минуте, можно ее даже нахуй отдать, потому что у вас мертвый кор, да? А у них есть абсолютно все кнопки. Ты не фу хп, идешь вперед, не нажимаешь ни одну клавишу, почему я проебал? Че-то хочешь услышать? Ты же это сам можешь понять. Ну не знаю, просто мне показалось, что какой-то мув в мидгейме руинит мне игру, потому что в принципе до этого трэша все было нормально. Да это вообще все охуенно было. Не, ну очевидно, как бы, для 5500, скажем так. Нет, для 5500 это тоже хуи-то. Покажи мне хоть одного сларка, который, блядь, будет максить вот это дерьмо и собирать фейзы. С таким рейтингом уже пытаются повторять то, что делают, блядь, нормальные игроки. Ты реально, ты за игру купил 0 сентрей и попросил себе 0 сентрей, когда у противника еще и 2 инвизора. Вот, даже сейчас. Да, у вас нет байбэка, но тем не менее. У вас есть пиздатый вижен, у вас преимущество, у тебя там немножко стаков, у вас гем. Ты либо покупаешь себе БКБ 10 секунд неузвимый, либо ты покупаешь себе муншард. И ты за ульту и вот эту хуету очень много урона нанесешь. Все остальные айтемы дерьмо ебанное. Вот это это эквивалент вот этому. Никакой разницы. Это руин. А? Это руин, говорю. Это руин. И, соответственно, учитывая все эти факторы, то, что без БКБ либо без ульты и ты в 90% игры никто, талант на ластил абсолютная бесполезность. Про нажатие клавиш даже нечего говорить. Нажал бы ты тут лучше, он бы всех убил. Ну, типа, ты боишься зайти в файт, потому что там есть вот два сальниса, единственные, которые тебя могут убить. И ты такой, оп, оп, блядь, поймали нахуй в тучке, пиздец, ну. Типа, чё, нечего сказать. Ну да, надо было в БКБ, короче, раньше взять. Да дело даже не в БКБ, даже если у тебя нет БКБ, ну, типа, мужик. Это не так, что ты стоял впереди, ревилил как красавчик на хайграунде, да, ты стоил, бил крипов без причины, блядь. Вообще, нихуя не делал. На Бресла забайтили, и ты такой... Вот он, я с гемом. Я показался здесь, там. Смотри. 33-20 ты увидел тучку. Что нужно сделать? Отойти, обойти эту тучку, нажать кнопки. Что сделал ты? Две секунды постоял, так, в Салисе, в Салисе, умер. Ну, типа, блядь, проблем, проблем иди в БКБ, нахуй. Я понял. Это то же самое, что тебе грим даст стан третьим стилом, блядь, а ты сказал, бля, БКБ не нажал, ну, охуеть. Вот тебе дадут дротик, дадут сверху метеор. И ты скажешь, бля, БКБ не нажал, моя ошибка. Охуеть. Сларк это герой, который почти во всех играх нажимает кьюшку, ульту, потом снова кьюшку. После этого, если, блядь, файт не выигран, скорее всего, он не герой. И нужен регрупп, под ваш вижен, под ваши станы, разделить противников, что угодно. понял. Типа очень интересно. Файт без Леона, вообще шикарный. Пизда. Ну, короче, да, дальше, среди, уже ничего. Вопросы? На ними. Удачи. Счастливо. Ну, это был очень лоурейтный разбор. Там, 2500 ранга, ты пиздёшь, это... Дивайн 2500. Спасибо, конечно, за 100 бачей, но говорить, что ты пиздатый, поверь мне, тебе это только больше вреда сделает.